Всем привет! В сегодняшнем видеовлоге хочу рассказать вам о двух самых главных ошибках, которые допускают те, кто приезжает в Болгарию сейчас покупать недвижимость. И вот знаете, до сих пор я удивляюсь, куда вы торопитесь. И речь не о том, что вы в спешке покупаете недвижимость, а о том, а где еще ваши глаза. Но сейчас, прежде чем мы вернемся к нашей актуальной теме, я хочу рассказать вам, мои дорогие, наши новости. В предыдущем видеоролике, ссылочку на него оставлю внизу, тема была такая, очень для меня важная. Я просила вашей помощи, потому что устала жить в нашем доме. И вы знаете, мои и ваши мысли, они совпали. То есть я пришла к выводу, что нам необходимо купить дом. Конечно, сказать легко, да, но ведь самый главный вопрос, это упирается не в желание иметь этот дом или не иметь, а упирается, главная тема, в материальную базу. Приятно, что никто из вас не засомневался в наших способностях. Вы удивительны. Вы для меня нашли столько слов поддержки, столько добрых слов, которые вселяют в меня оптимизма. И вот, знаете, да мурашек по телу. Ведь были люди, которые даже предложили нам пожить в зимний период в своем доме или в своей квартире. Знаете, наверное, наши с вами совместные вот эти посылы, да, мысли вот этих, они превратились в реальность. Ведь вы даже не представляете, мы нашли дом. Сейчас идет оформление, не так это быстро, но с какими трудностями уже мы столкнулись. Значит, когда вы находите дом, то нужно составить предварительный договор. Значит, решили, что с моего счета, по вот этому предварительному договору, сумму я отправлю, да, на нужный адрес со своего счета. Банк мне не отказал, взял с меня за эту операцию деньги. Но через три дня мне позвонили и сказали, что эта операция невозможна. Знаете почему? Потому что я являюсь владельцем красного паспорта. В открытую, конечно, мне это не сказали, потому что когда операция отменяется, обычно вообще не обсуждается, да, по причине, какой она отменялась. Но служащая банка мне намекнула, потому что я имею российский паспорт. Вот с такой проблемой можете столкнуться. Ну, окей, эту проблему мы решили. Действие номер два. То есть теперь нам нужно было, когда мы соберем все документы, найти нотариуса, который совершит эту сделку. Вы думаете, это было так просто? Нет. В том месте, где мы покупаем дом, там могут осуществлять действия эти только два нотариуса. Нотариус тоже отказался осуществить эту сделку. Какая озвучивается причина? Так как я являюсь гражданкой России, нотариус, ему необходимо проверить, есть определенный список неблагонадежных граждан России. И вот, чтобы проверить это, нотариус, у него на это уходит очень много времени. Хотя очень странно, я думаю, этот список проверяется не вручную, да, что там каждую бумажку проверяют. Это наверняка проверяется электронно. Вы знаете, написал фамилию, и тут же все, тебе все данные выходят. Есть ты в этом списке или нет. Но я не являюсь нотариусом. Нужно у нотариуса тоже есть какие-то сложности при проверке этого списка. Также я думаю, что на Солнечном берегу, где каждый день осуществляется куча этих сделок, никакой нотариус этого не проверяет. Но вот где-то в глубинке, да, а дом покупаем мы в глубинке, видимо, там вот есть такие моменты, с которыми не всегда нотариусы сталкиваются. Да, ведь не так много в глубинке покупают россиян или немцев, или англичан, там, да, не так много совершается сделок. Но, слава богу, мы нотариуса нашли. Что будет дальше, я вас буду держать в курсе. А пока держим пальчики, чтобы все у нас получилось. Теперь вернемся к теме нашего видеоролика. Вы знаете, очень удивительно, что приезжая сюда, из какой страны вы бы не были, да, а общаясь я, конечно, с людьми русскоговорящими, у всех у вас почему-то здесь вдруг появляется потребность того, что вы хотите дом купить, где очень много комнат. Объясняется тем, что будут приезжать родственники. На деле потом никому никто особо не приезжает. И тем более сейчас, в это время, однозначно никто особо никому не приезжает. Но вот появляется у вас такая потребность. Вам нужны комнаты, ну, не меньше пяти спален, если вы проживаете вдвоем, не меньше двух-трех гостевых комнат. Обязательно, чтобы ваш дом был огромным особняком. Да, у многих на это даже есть средства, но до сих пор я не могу понять, зачем вам. Недавно меня удивила одна покупка. Именно поэтому я решила поднять эту тему. Моя подписчица, которая давно на моем канале, смотрит всех видеоблогеров по Болгарии, смотрит вообще много очень информации. И вдруг они для меня совершат такую интересную покупку, что, конечно, я бы ей не рекомендовала, но это их выбор. И никто особо меня, во-первых, и не спрашивал, покупать или нет. Во-первых, покупка, я считаю, была сделана очень быстро, потому что люди приехали на очень короткий срок. Ну и вот то, что им показали, то они и купили. Хотя у них была возможность арендовать дом или квартиру, и уже здесь находясь, выбирать себе то, что по сердцу. И вот что меня удивило. Знаете, в Болгарии очень часто так интересно строят. То есть вот построили дом небольшой, ну на сколько хватило денег. И потом начинают к нему пристраивать. Справа пристроили какие-то несколько комнат с отдельным входом, слева пристроили несколько комнат с отдельным входом, впереди сделали какой-то заход с несколькими комнатами, сзади сделали террасу с какими-то заходами. И все это вот так вот так вот двери. Я начинаю смотреть такие дома, да, иногда мне присылают, Как вы считаете, хороший дом или нет? У меня начинает кружиться голова от количества только вот этих заходов, выходов, вот таких лабиринтов. И я начинаю думать о том, это сколько надо мне, как хозяйке, перемыть только дверей. Понятно, что двери там не заляпываются, но, извините, хотя бы два раза в сезон вы их будете мыть. Потом во всех этих комнатках ведь есть окна. Во всех этих комнатках есть какое-то, пусть и небольшое помещение, которое вам тоже нужно будет убрать. А для чего вам это? Для чего вам вот эти вот отдельные заходы? Вы будете их сдавать в аренду? Или что вы будете делать с этими помещениями? В принципе, да, неплохо, наверное, иметь большой дом, но пусть он будет. Это дом, где объединен он общей стеной капитальной, а не вот эти вот пристройки какие-то непонятные. Как вы будете их отапливать зимой? Вы никак не будете их отапливать зимой. Соответственно, вы рассчитываете пользоваться этими помещениями только летом, а летом помещениями никто не пользуется. Все проводят время вот так на террасе. Приехали гости на террасе, приехали дети с внуками, они все во дворах бесятся, в бассейнах плавают или на море. Вы практически летом в помещение не заходите. Если вы планируете все-таки, да, как я уже сказала, сдавать это в аренду, кто будет у вас в селах арендовать такую недвижимость? Получается, что вы же проживаете по соседству и люди, которые приедут, они будут вносить в вашу жизнь какие-то свои поправки. Да, если они там будут эти арендаторы с детьми, дети будут шуметь. Может быть, вы в возрасте не так уже будете этому рады. Но самое главное, конечно, попробовать умудриться сдать такие помещения. Да, востребованность есть в площадях, которые расположены вблизи к самому морю. Потом мы не будем забывать об этой высокой конкуренции, которая тоже, знаете, присутствует. Несмотря на то, что в Сигаретой высокие цены, высокие цены, не у всех получается сдавать свою недвижимость. У кого-то это не получается. Потом, второй момент, да, ну, обсудили, вот первый вопрос, жду ваших комментариев, что вы об этом думаете. И хотите вы тоже, чтобы у вас было много комнат в доме? Второй вопрос, который всегда меня очень умиляет, и маклеров, кстати, тоже. Кто сюда приезжает, они говорят, что они хотят иметь очень много земли. Для чего вам много земли? Вы хотите заниматься сельским хозяйством? Когда я задаю такой вопрос, мне говорят, нет, просто мы хотим иметь большущую лужайку. Большущую лужайку в Болгарии иметь очень затратно. Потом большущую лужайку, помимо того, что она будет брать у вас много воды, да, вода здесь тоже, кстати, расценки растут, и не всегда это дешево. Есть, конечно, где-то дома, у кого есть свой колодец, но не все дома с колодцем. Ухаживать за большой лужайкой, ну, вы не молодеете, и со временем, возможно, просто ухаживать за этой лужайкой не будет сил. Да, вы скажете, когда это будет, слава Богу, пусть будет это как можно позже. Но со временем вот эта вот лужайка, да, английский газон, вот как мы привыкли всегда идеально видеть на картинке, на самом деле из-за вот этого горячего солнца очень сложно добиться вот этого результата. Вы знаете, мы неоднократно пытались сделать на своей небольшой территории тоже английский газон. Заканчивалась эта середина июля попытка, когда солнце все выжигало, и сколько бы вы газон не поливали, этого, к сожалению, не происходило. То есть трава молодая не успевает вырасти, даже если вы ее посеете, да, зимой, она вроде набирает силу, все на свете, но потом, увы, с приходом этого горячего солнца, несмотря на то, что вы поливаете и утром, в обед и вечером, трава почему-то это выгорает. Ну и точно так же с сельскохозяйственными культурами. Мы жители севера, я житель севера, в своей теплице добиваюсь гораздо больших урожаев, чем вот здесь в Болгарии. Может быть, просто я никак не могу приноровиться к этой земле, а может быть, потому, знаете, вот у нас, я не говорю, что так во всей Болгарии. Вот здесь в Маринке очень сложный грунт. Когда я вырываю, вот, ну, уже томаты от плодоносили, да, я начинаю вырывать, и я нахожу, что у томатов вот всего вот такой корень. То есть это не такое большое разветвление, да, а вы же понимаете, растение должно питаться за счет вот этой корневой массы. Ну, так вот, к сожалению, вот так у меня не получается. Это маленький вот такой корешок, и такое растение дает очень мало томатов, то есть урожай совсем маленький. Конечно, наверное, если бы мы тут поставили задачу себе добиться идеального грунта, мы бы так сделали, мы такую задачу не ставили. Мы просто садили этот томат и получали то, что хотели. Наверное, вы на своем участке озадачившись, можете этого добиться. Тогда встает второй вопрос. Когда вы добились высокой урожайности, куда вам этот урожай девать? Вокруг у соседей урожай томатов, огурцов в сезон тоже будет, да. Точно так же у всех у вас и у соседей будут эти абрикосы, будут яблоки, будет черешня. Если бы все эти деревья, да, у кого-то плодоносили в феврале, у кого-то в марте, у кого-то в апреле, конечно, это было бы интересней, и вы могли бы там обмениваться между собой. Потом вы сталкиваетесь с тем, а куда вот эти сливы девать, а куда девать эти яблоки и все прочее. Потому что, конечно, 2-3 года это очень интересно, это здорово, все делают консервацию, потом такого не происходит. Проблему сбыта вы должны обдумать заранее, прежде чем начнете получать вот эти свои огромные урожаи. Не торопитесь, мои друзья, при покупке. Будьте внимательны, не спешите выбросить на ветер свои деньги. Деньги немалые, когда выходишь на пенсию, потом их сложно еще раз заработать. Поэтому спешка, как говорят, да, важна при ловле блох. А при покупке недвижимости как раз нужен холодный расчет. Будьте еще раз внимательны, не забывайте мне рассказывать о ваших покупках, а я вам расскажу потом о нашей и посмотрим, допустили мы такие ошибки или нет. Обнимаю вас, мои дорогие друзья. До скорой встречи. Пока-пока.